Музыкальная академия Резонанс Где мы вместе с нуля будем писать композицию, практиковаться Изучим все навыки написания треков в течение трех месяцев И результатом курса будет написанный вами трек, который вы можете издавать на лейбле Все ссылки вы можете найти под видео, поэтому дерзайте, я вас жду на курсе Музыкальная академия Резонанс Мы все владеем разными техниками создания бочки Смешивание сэмплов, синтезирование бочки в разных инструментах Но всегда что-то нас да не устраивает Эту технику я нашел для себя очень интересной, полезной, легкой в исполнении И результат мне очень понравился Поэтому, надеюсь, и вы будете применять эту технику для создания своей собственной бочки Поехали! Перед нами проект в программе Ableton Live, 11-я версия Перед собой мы видим несколько дорожек, пару дорожек MIDI и аудиодорожка пустые И на них я буду использовать специальные инструменты Для этого на MIDI-дорожку я использую инструмент Vinyl Distortion Vinyl Distortion дает сигнал по громкости Мы просто должны использовать какой-то входящий сигнал, чтобы он у нас начал резонировать в фильтре И после этого я ставлю фильтр Автофильтр при высоких резонансах дает звон гудения И этот звон может зациклиться и может постоянно звучать Но для этого нужно подать какой-нибудь аудиосигнал Для этого я использую Vinyl Distortion То есть подавая сигнал, у нас начинает резонировать наш автофильтр Автофильтр в данном случае и будет источником генерации чистого тона Который подойдет для нашего саббаса в бочке И для того, чтобы услышать результат, можно воспользоваться вот этой вкладкой И выбрать другие типы создания и обработки фильтрации Имитирующие аналоговые фильтры То есть, например, MS-2 И вот я подаю сигнал И мы слышим, как этот сигнал начинает заводиться и постоянно повторяется То есть сейчас у нас даже нет аудиозвука Автофильтр просто резонирует с определенной частотой Нам нужно выбрать, какую частоту мы будем писать для нашей бочки И нужно подключить здесь LFO-модуляцию, которая воздействует на ручку Frequency Давайте попробуем То есть я подключу LFO-модуляцию Форма, по которой у нас будет двигаться ручка Frequency Это пилообразная форма вниз То есть удар у нас будет всегда пю-пю вниз уходить И давайте попробуем послушать, что у нас получается Для этого... Что-то подобное, да? Для этого мне понадобится еще ритмика 1,4 То есть я переключил режим ритма И добавляю amount Далее мне нужно выбрать частоту, на которой наша бочка будет звучать Можно взять тон пониже Экспериментируя с параметром mount или повыше Можно также поэкспериментировать с разными алгоритмами Когда вы нашли тот тон, который вам больше всего нравится Обработайте в конце цепочки обработки инструментом утилита Потому что автофильтр создает стереодинамический широкий сигнал И фазы левого с правым каналом чуть-чуть меняются Для того, чтобы сделать его монофоническим Мы используем утилиту и включаем режим mono Теперь, чтобы записать этот сигнал на аудиодорожку И превратить его в аудиосэмпл Мы используем аудиодорожку Открываем панель входа-выхода И выбираем ресэмплинг Теперь источник сигнала можно выключить И удалить всю цепочку, которую мы до этого создавали Экспериментируя над разными ручками, которые я указал Можно добиться более высокого тона, низкого тона, короткой бочки Или более длинного удара Теперь у нас есть аудиосэмпл Мы продолжаем с ним работать Можно его сделать погромче Можно перенести аудиосэмпл для удобства редактирования в аранжировку Копипастом Ctrl-C, Ctrl-V Или Command-C, Command-V Это нужно для того, чтобы создать красивую огибающую Понижение уровня громкости в бочке Я нашел действительно полезным создать огибающую с помощью аудиофейдов Аудиофейд позволяет создавать такую огибающую, которая очень хорошо коррелирует с другими звуками Не получается сделать хорошее спадание звука Если вы рисуете кривыми аудиогромкости Аудиофейд наиболее хорошо с этим справляется Чтобы послушать результат, я зациклю этот квадрат Где у меня прописан один удар бочки Включу цикл и послушаем, как можно здесь поиграться с аудиофейдом Я сделаю бочку достаточно короткой и мощной Но чтобы был все-таки слышен небольшой хвост Далее, чтобы это превратить в аудиосэмпл Мы просто жмем кнопочку правой мышки и выбираем Consolidate В режиме аранжировки вы так можете быстро сэмплировать на месте любые звуки Которые вы только что подвергли дополнительной обработке У нас получился сэмпл Этот сэмпл мы теперь можем использовать в специальном инструменте Simpler На меди-дорожке я создаю инструмент Simpler И помещаю в эту коробочку наш только что созданный сэмпл Оригинал я могу теперь удалить Мы находимся на меди-дорожке Перейду сейчас в режим сессии И в этом режиме пропишу меди-клип с четырьмя нотами Это удары нашей бочки Давайте послушаем результат, который у нас получился Это первооснова нашей бочки, от которой будет создаваться уже дальнейшая обработка Вы можете поиграться с ручками Sustain Decay, которые отвечают за аудио-громкость сигнала на протяжении звучания ноты А также в разделе питча открыть подраздел, который повышает тон звука в начале сэмпла То есть здесь мы можем повысить питч в самом щелчке нашего звука И добавить небольшое количество Amount Насколько долго бьет высокий тон по печу Задается параметром Decay Играйте с параметрами Amount и Decay Для того, чтобы добиться более подходящего результата для вашего случая Перед тем, как я снова превращу это в аудио-сэмпл Я воспользуюсь пресетом в разделе эквалайзера под названием Drum-секция Kick EQ Чтобы сделать сэмпл более теплым Теперь я готов перевести это в аудио-сэмпл Нажимая правую кнопку мышки Freeze Track Еще раз правую кнопку мышки Flatten Track Теперь это у нас простой аудио-сэмпл с небольшим таким ударом Все лишнее я вырежу Оставим только один удар бочки Crop Sample И снова поместим это на меди-дорожку в инструмент Simpler Теперь второй заключительный этап обработки нашей бочки Который поможет придать этой бочке более выразительного мощного звучания в некоторых частях Вы также можете проконтролировать громкость с помощью Decay и Sustain Добавить при необходимости сатурации, чтобы сделать более теплый звук, небольшое количество драйва и 50% драйва это Добавить глукомпрессии для более мягкого хвоста, чтобы сделать его потише Небольшое количество атаки, 10 или 30 миллисекунд, короткий релиз и возможно слабенький рейша или жесткий рейша После этого можно воспользоваться инструментом EQ3 Который очень хорошо воздействует без изменения структуры аудиосигнала И достаточно крутить ручку Frequency Low для того, чтобы найти тембр, который вам больше понравится Обращайте внимание на структуру средних частот и высоких частот Ручка Frequency Low занимается тем, что распределяет кроссовер между верхними частотами и низкими частотами Ту точечку, где как раз у нас переходит одна полоса в другую полосу И изменяя эту структуру, вы меняете чуть-чуть обработку в этом месте, потому что добавляются какие-то дополнительные частоты и мы начинаем их слышать Давайте попробуем покрутить эту ручку Эквалайзер трехполосный, можно добавлять не один, а несколько и посмотрим результат, какой у нас получится Небольшой такой пинок добавляет, который выделяется по верхним частотам Очень хорошее решение, просто использовать эквалайзер и крутить одну ручку Frequency Попробуем еще один добавить Небольшой пинок появляется, щелчок, который нам выделяет бочку и она достаточно бодренько начинает звучать Далее, после эквализации можно также воспользоваться добавлением звука из разных других сэмплов Нам нужен щелчок И чтобы добавить щелчок прямо на эту дорожку, можно нажать правую кнопку мышки на симплере и выбрать сгруппировать Открывается инструмент REC, это рековая стойка Можно нажать на кнопочку несколько полосочек, это список инструментов И у вас будет дорожка с вашей сэмплом бочки Таким же способом сюда можно поместить любой другой сэмпл Например, щелчок Можно подписать клик и взять любой щелчок по звуку, который вам подходит Поместите его в нижнюю часть, в список И у вас щелчок прогрузится на отдельной дорожке По громкости найдите то решение, которое вас устроит между щелчком и тем телом бочки, которую вы только что создали Субтитры делал DimaTorzok Играйте с этими параметрами, экспериментируйте и чуть-чуть можете настроить, подтюнить бочку под ваши задачи И давайте проверим, как она теперь звучит Такой легкий способ создания бочки простыми инструментами, встроенными в Ableton Live Мы не использовали здесь ничего специфического Небольшие настройки сатурации, небольшие настройки по компрессии Эксперименты с эквалайзерами И в основном переведение сэмплов в аудио формат Заморозка и сэмплирование Теперь попробуем добавить хай-хеты и басовую линию И по отношению к этой бочке послушаем, насколько выразительно это все звучит Ну, как видите, достаточно легко писать профессиональную бочку, если вы используете стандартные инструменты И эту технологию, надеюсь, она вам поможет создавать какие-то мощные танцевальные треки И мы создавали здесь звук бочки практически из воздуха, из ничего Это иногда лучше, чем использовать сэмплы или синтезировать бочку в сторонних плагинах Попробуйте, найдите свое решение Напишите свой комментарий к этому видео, если у вас получилось что-то интересное А также, если вы хотите получать уведомления о новых видеозаписи, которые выходят на нашем канале То подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на значок-колокольчик И вы всегда будете в курсе самых последних свежих событий С вами был Иван Романовский, это Музыкальная Академия Резонанс Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok